Митинг 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 И погибали, защищая детей и стариков. Сегодня мы склоняем головы в память о выпускнике нашей школы Филатове Григорию Сергеевичу. Он ушел из жизни слишком рано. Погибать не думал в том бою. Но была смертельная эта рана. Больше не стоял солдат в строю. Нет солдата, он герой посмертно. Это был последний его бой. Отслужив как надо, честно, верно, возвратился навсегда домой. Филатов Григорий Сергеевич родился 13 апреля 1997 года. Окончил 11 классов в МОЗ в 2015 году. Как и все ребята того времени, любил погонять с друзьями мяч. Был очень добрым, жизнерадостным и отзывчивым парнем. У него много друзей. Много помогал своим родителям. Искренне любил родителей и сестру. В октябре 2019 года окончил Московское высшее военное командное училище с присвоением первого офицерского звания. Лейтенант. С 26 октября 2019 года проходил военную службу 42-й гвардейской мотострелковой дивизии на Северном Кавказе. 28 октября 2021 года Григорию присвоено воинское звание старший лейтенант. С 10 июня 2022 года в составе группировки сил СВО командовал мотострелковой ротой. В ходе боевых действий за проявленное мужество и умелое командование подразделением награжден Орденом Мужества. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени с мечами. Медалями за боевые отличия за службу на Северном Кавказе. 100 лет Московскому ГОПу. Погиб 15 января 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества посмертно. Посмертно присвоено звание Гвардии Капитана. Такие офицеры, как Филатов Григорий Сергеевич, живут и действуют за счет внутренних духовных ресурсов. Их служба – подъезд. Гриша считал своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы. Учил этому подрастающее поколение. Об этом он рассказывал ученикам родной Заревской школы. Григорий останется в памяти земляков, родных, друзей и однополчан, самоотверженным человеком, целиком отдающего себя, отдавшего себя служению Отечеству. Он стал героем задолго до того, как погиб при исполнении воинского долга. Григорий Филатов стал им, когда решил посвятить свою жизнь служению Родине, став офицером России. Для обучающихся и педагогов выпускник нашей школы Филатов Григорий является гордостью, примером отваги, мужества и героизма. Оборвалась жизнь молодого и замечательного человека, нашего земляка. Мы гордимся им. Слава герою мы никогда не забудем. Он останется в наших сердцах навсегда. Сегодня земляки, односельчане, близкие, родные, ребята, школьники, сегодня мы вместе с вами, вместе увековечиваем память нашего героя, вашего земляка Григория Сергеевича Филатова. Он свою жизнь, как уже было сказано, посвятил службе Отечеству и защите близких, родных и защите своей земли. Эта служба, она никогда не бывает легкой. Она всегда дает свои трудности в жизни человека, который посвящает свою жизнь службе Отечеству. И настоящий военнослужащий, он с трудностью преодолевает тяготы и лишения воинской службы, так как выбрал свою профессию защищать Родину. Григорий, в свои еще не исполнившие 27 лет, достиг многое. Не каждый военнослужащий в таком возрасте имеет столько наград. Боевых наград, которые вручаются в ходе боевых действий. И вот буквально вчера с военного комиссариата Рязанской области мы получили второй Орден Мужества, награжденный указом президента от 11 марта 2024 года, посмертно, Григорию Сергеевичу. И хотел бы сегодня передать Орден Мужества, вот такой Орден Мужества и удостоверение к Ордену, передать Татьяне Ивановне. А когда уходит из жизни такой молодой, говорить о потере тяжело и больно вдвойне. Григорий отличался с детства самостоятельностью, уверенностью, достижением своей цели. Всегда улыбчивый, добрый, отзывчивый, ответственный, очень активный. Таким он запомнился нам, таким останется в нашей памяти. Замечательный парень, светлый парень, говорят о нем учителя. Он любил сильно своих родителей, любил школу, ценил и уважал учителей. И при первой возможности обязательно забегал в школу, интересовался жизнью школы, как дела у учителей, и мог часами разговаривать, беседовать с ребятами. Я хочу вновь выразить слова скорби, слова благодарности родителям за патриотизм, мужество, которое вы воспитали в своем сыне-герое. Пройдет время. Придут в школу новые дети, школьники и учителя. Но памятный знак на фасаде здания школы будет вечно напоминать о том, что здесь учился выпускник-герой, который посвятил свою жизнь, отстаивая независимость своей страны, своей родины, честь школы. Поэтому каждый ученик, приходя утром в школу, учитель, проходящий, будет помнить о том, что здесь когда-то учился герой. Светлая память Григорию Сергеевичу, он всегда останется в нашей памяти, и мы будем гордиться нашим выпускникам. Гриша был человек с большой буквы, командир с большой буквы. Молодому офицеру выдалась большая честь взять под свое крыло мобилизированных ребят с Волгограда. Ребята были старше, намного старше его. И он сумел придать ребятам уверенность. Он их обучил военному делу и быть мужественными. Гриша много занимался самообразованием. Он был отличным командиром. Он отлично знал тактику. Было отличное мышление. Следующий шаг будет увитовечить его не только на территории нашего поселка, но и на территории высшегоенного командного училища. В дальнейшем будет выбита его фамилия и инициала на территории, как я уже сказала, высшегоенного командного училища на обелиске к павшим кремлевцам в ходе специальной военной операции. Также будет создана книга памяти на территории также его училища, где будет описаны все его заслуги и где он учился и так далее. Как я уже сказала, для нас это большая честь. сегодня буквально звонил его сослуживец кум и также передавал слова поддержки и соболезнования. Это как раз таки мобилизированный парень с Волгограда, который стал не только для Гриши, не только был его солдатом, но и стал большим другом и впоследствии кумом. В 2023 году или 2022 сейчас точно не помню, Гриша спас ему жизнь. Они долго откапывали друг друга больше суток в честь этого он назвал сына Григория. И он стал его крестником. Буквально в прошлом году он его крестил. Ты, Григорий Сергеевич, спи. Мы тебя все любим. Быть воином, жить вечно. Мы вся Vi... Через ведется сильей в груди Наша тесная память Герои России Останутся в лучших сердцах